По деким степям Он прилетит специальным рейсом в Братск прямо с полигона. Перед вертолетом в Зырянову он попросит отвезти его на берег Братского водохранилища. Совсем скоро на том месте, где он когда-то родился, тоже разольется море. Устилимское водохранилище. И это будет еще одной частью предсказания, услышанного в детстве и преследующего его всю жизнь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что такое сатана? Сатана – это же страшная вещь. Это же машина, которая выходит на Южном полюсе где-то. Сатана распыляет 50 боеголовок, из них 40 ложных, а 10 боеголовок идут. Сбить их невозможно. Поэтому 8 ракет уничтожают 90% экономического потенциала, потенциального противника под названием Соединенные Штаты Америки. Вот же чего боялись всегда американцы. 8 штук – и все. Сатана – это тяжелая баллистическая ракета так называемого глобального типа. Без ограничения дальности в пределах одного витка вокруг Земли. Мощность заряда – до 25 мегатонн. Это почти 2000 хиросим. Название ракете дали американцы, когда узнали о ее характеристиках. Назвали сатана не потому, что это страшная ракета. А вот когда ракета выходит с пусковой установки, и особенно в лучах восходящего солнца, если утренний пуск, ну это страшное зрелище. Вылетает какое-то черное чудовище и с огромной скоростью становится на баллистической траектории и уходит за облака. И только потом раздается звук работающих двигателей. Минометный старт. Его придумал академик Янгель. Как и саму ракету. Это был его космос. Если Королев открыл человечеству дорогу на орбиту Земли, то Янгель сумел защитить человечество от звездных войн. Системы противоракетной обороны для сатаны не существуют. До сих пор. Главная цель жизни – это создание самой лучшей в мире непревзойденной баллистической ракеты по своим характеристикам. Я говорю, что вот такая ракета создана была. Создана. И ее повторить нельзя. И лучшей ее никогда не будет. До появления сатаны в мире главенствовала американская доктрина превентивного удара. После появления сатаны превентивный удар получал адекватный ответ и стопроцентные гарантии полного взаимного уничтожения. Это была та самая знаменитая доктрина Янгеля. Задача состоит в том, чтобы предотвратить, сделать бессмысленным, более того, пагубным для агрессора, развязывание ракетно-ядерной войны. Это цель жизни. И он жизнь положил на янгель. 24 октября 1960 года. На Байконуре готовится к испытаниям новая ракета Михаила Янгеля Р-16. И для главного конструктора, и для командующего ракетных войск это очень важный пуск. На стартовом столе ракета нового, тяжелого класса. Если все пройдет удачно, это будет лучшим подарком к завтрашнему дню рождения Михаила Кузьмича. Но старт задерживается из-за неполадок. Они идут одна за другой. Между главным маршалом артиллерией Митрофаном Неделиным и главным конструктором назревает конфликт. Янгель уже готов отменить старт и слить из ракеты чрезвычайно ядовитое самовоспламеняющееся топливо. Но это означает провал испытаний. А от маршала Неделина ждут докладовцы ККПСС. На площадке возле ракеты уже больше двухсот человек. Янгель подзывает к себе двух замов по испытаниям и отводит их в сторону совещаться. В этот момент на ракете самопроизвольно запускается двигатель второй ступени. Как напишет потом один из свидетелей катастрофы, едва придя в себя, Михаил Кузьмич бросился навстречу взрыву. Он срывал с выбегавших из огня людей горящую одежду, тушил ее как мог, обжег себе руки, но не ушел до тех пор, пока его насильно не отвезли в гостиницу. Оттуда Янгель отправит в Москву шифрованную телеграмму о катастрофе. Через несколько секунд раздастся телефонный звонок правительственной связи, он снимет трубку и услышит голос Никиты Хрущева. «Почему ты остался жив?» – спросил Никита Сергеевич Хрущев. Это сам сказал мне Янгель. Ну, он должен был погибнуть, конечно, но трем людям повезло. Они отъехали покурить, ну и потолковать, потому что неделен-то жесткий был человек, страшно был недоволен тем, что задерживается пуск испытаний носителей. Это его и спасло. Как определят потом врачи, в момент катастрофы у Михаила Янгеля случился инфаркт. Это невероятно, но как только врач перебинтовал ему руки, Янгель снова вернулся к горящей ракете. Потом он был очень осипший, потому что бары азотки – это очень тяжелая штука. Ну, вот поэтому он таким хриплым шепотом говорил, то есть человек лежит на кровати, руки забинтованы, каким-то образом карандаш в руках держит, стопка листочка бумаги, и рисует, где ракета, где неделен, куда он отошел, и рассказывает о том, что произошло. А потом, по привычке, первое дело – это в крови у всех у нас, поэтому такие вещи рисовать и говорить было, естественно, нельзя. Значит, листочек рвется на мелкие части, он берет следующий лист, и без остановки. То же самое, тот же рисунок, теми же словами, причем это было несколько раз подряд, и впечатление, конечно, совершенно жуткое производило, потому что это какая-то зацикленность, уже ничего другого не слышит, не видит. Маршал Митрофан Неделин был одним из ближайших друзей Михаила Янгеля. Именно Неделин, наблюдая за успехами молодого главного конструктора и понимая, что за Янгелевскими ракетами будущее обороны страны, предложил создать под его ракеты новый вид войск – РВСН – ракетные войска стратегического назначения. Я глубоко убежден, что Янгель, когда закрывал глаза и засыпал, то ему снился взрыв ракеты на старте, вот когда погибли, он остался жив. Это жуткое зрелище. А потом еще одна вещь – погибают все твои заместители, погибают ближайшие соратники. День рождения превратился в день похорон. По ночам кричал, сиделись ему эти ребята. А когда исполнился ровно годом, он был в Москве тогда, он ушел из дома вечером. И мы бегали его искали, мама подняла нас с братом. Там парк у нас был большой, мы жили около метро аэропорта. Ну и шли, он на скамейке, он сидел, лицо руками закрыл и плакал. Это было как злой рок. Он родился 25 октября 1911. 25 октября 1917 перестанет существовать Российская империя. В 1918 страна перейдет на новый стиль летосчисления, и его днем рождения станет 7 ноября. Но 25 октября 1938 на него, только что вернувшегося из успешной командировки в Америку, напишут донос, который едва не стоит ему жизни. 25 октября 1941 он вновь окажется на грани жизни и смерти. Это действительно было как злой рок. Место, где ты родился, уйдет на дно моря, но твой дом уцелеет и будет стоять на сухом берегу. Ты будешь успешен и переживешь своих учителей, но твоих друзей поглотит страшный огонь, от которого не будет спасения. Ты будешь первым, но ты не переживешь своих врагов. Ты сможешь принести в мир добро, только создав абсолютное зло. Ты умрешь в день своего рождения. В октябре 1941-го Москва была уже пустой. Жизнь по законам военного времени, комендантский час, светомаскировка, ожидание обстрелов и бомбежек. По городу и на заводе ходили слухи, что немцы уже в городе. В октябре 1941-го его чуть не расстрелял наш военный патруль. Когда он оказался на территории завода, воспользовался более простым путем, лазейкой в заборе, чтобы время сэкономить, а пропуск оставил на работе, когда уезжал на машину в город. Документов не было. Патруль имел право расстреливать всех подозрительных диверсантов без суда и следствия. И если бы случайно не казались рабочие, которые увидели, что директоры ведут к забору, то они расстреляли его в бой безусловно. На этом авиационном заводе в конструкторском бюро Николая Поликарпова Янгель проработает заместителем директора всю войну. А потом будет май 1945-го, битва за Берлин, победа. Но через несколько месяцев произойдет событие, которое бывших союзников превратит во врагов. После взрыва атомной бомбы в Хиросиме первыми в разрушенном городе окажутся советские разведчики. Они снимут фильм для служебного пользования, которое потом станет учебным пособием для всех конструкторов военной техники. Просто нужно понимать, откуда вышли все главные конструктора. Все они вышли из атомного проекта СССР. Не было бы ни Королева, ни Янгеля, ни Челомея, никого, если бы не было Курчатова и Щелкина. Дело в том, что это были годы, когда все было поставлено на ядерное оружие. Потому что судьба страны зависела от ядерного оружия, ядерного и термоядерного оружия, которое нужно было доставить до Соединенных Штатов. Атомный проект, как и все работы по созданию ракет-носителей атомного оружия, курировался лично Сталином. Контроль за исполнением был возложен на Лаврентию Берии ЦК КПСС. Главный конструктор первых советских баллистических ракет, на которые должен был встать атомный заряд Сергей Королев, членом КПСС не был. И тогда в целях усиления партийной дисциплины и для наведения порядка в КБ его заместителем назначают молодого, но уже заявившего о себе конструктора, коммуниста, делегата 19-го съезда партии, Михаила Янгеля. Феноменальным качеством Янгеля было умение сразу находить суть проблем. Именно это и позволило ему понять, что происходит в КБ Королева. Королеву военный космос не интересен, но он вынужден им заниматься, потому что это нужно правительству. Главная цель Королева – обитаемый космос. Для Янгеля главное – военные. Это была конфликтная ситуация. Еще больше она усугубилась, когда Янгеля назначили директором института, и Королев из его начальников превратился в подчиненного. Выход из сложившегося положения Михаил Янгель нашел красивый. Сначала он фактически заставит Королева вступить в партию и припоручит его партийной организации. А затем при первой же возможности уедет на серийный завод, где ему будет нужно организовать отдельное конструкторское бюро. Еще в Королевском КБ Янгель понял, что ракеты, летающие на гептилии и азотной кислоте, эффективнее тех, с которыми работает Королев. Минус – чрезвычайно ядовитые компоненты топлива. Когда Королев в очередной раз отказался работать с грязными ракетами, Янгель заявил на них свои права. В это время вышел, в общем-то, из Днепропетровска Янгель, который сказал, что я сделаю ракету, на которой можно ставить тоже ядерную боеголовку. С этого заявления Михаила Янгеля началась эпоха создания абсолютного оружия. История о девочке, заболевшей раком крови в результате американской атомной бомбардировки в 1945-м, приобрела мировую известность в 50-х годах. Об этом даже написали песню. 12-летняя Садака Сасаки верила в старую японскую легенду. Если больной человек сделает тысячу бумажных журавликов, он поправится. Советские газеты историю про девочку из Хиросимы опубликовали в октябре 1955-го. Садака успела сделать всего лишь 644 журавликов. Ее друзья по всему миру доделывали бумажных птичек уже после ее смерти. Миллионы бумажных журавликов, словно связанные одной нитью. Садака умерла 25 октября. В этот день Михаилу Янгелю исполнилось 44 года. Место, где ты родился, уйдет на дно моря, но твой дом уцелеет и будет стоять на сухом берегу. Ты будешь успешен и переживешь своих учителей, но твоих друзей поглотит страшный огонь, от которого не будет спасения. Ты будешь первым, но ты не переживешь своих врагов. Ты сможешь принести в мир добро, только создав абсолютное зло. Ты умрешь в день своего рождения. 25 октября 1962 года. Экстренные заседания Совета безопасности ООН. Мир узнает на Кубе советские ракеты. Два дня спустя над Гаваной сбивает американский самолет-шпион. Президент США Джон Кеннеди отдает приказ о подготовке вторжения на остров. Американцы спешно покидают крупные города, опасаясь ответного советского удара. Карибский кризис. Мир на грани ядерной войны. Я призываю премьер-министра Хрущева покончить с этой угрозой мира. Еще через сутки, 28 октября, Москва решает принять условия Вашингтона. Мы согласны вывести те средства с Кубы, которые вы считаете наступательными средствами. Этими наступательными средствами были 42 ракеты Михаила Янгеля с ядерными боеголовками. Михаилу Кузьмичу потом покажут эти фотографии, сделанные с американского самолета У-2. Возникшие связи с кризисом в районе Карибского моря непосредственная угроза мировой термоядерной войны отведена. И вот как-то мы с ним разговаривали, он говорит, что я вообще считаю, что надо давно нам с Вернаном Фомбрауном встретиться и поговорить. Потому что и он, и я, и все мы понимаем, к чему это приведет. Политики нас понять не могут. Через две недели уйдет из жизни мать Михаила Янгеля, Анна Павлова. Это будет его последняя поездка на родину. Лишь спустя много лет его дочь узнает, насколько тяжело пережил Михаил Кузьмич события той осени. Там приехала какая-то отдушина, в общем, сказать, говорили, что он очень горько плакал там. А после этого он там не был, после 60-го уже года не был. Во-первых, не было совершенно времени, потом здоровье было очень подорвано. Ему это было трудно, конечно. На следующий день после похорон матери он должен был улетать в Братск и потом сразу на полигон. На площадке возле его старой школы Янгеля ждал вертолет. Михаил Кузьмич переоделся в свою московскую одежду, а потом неожиданно опустился на колени перед провожавшими его соседями и попросил их спеть его любимую песню. Страдалец к Байкалу И в Москве, в Днепропетровске, Янгеля ждали проблемы. На советском космическом небосклоне загоралась новая звезда Владимира Челомея. Он предлагал взять американцев количество. Тысячи дешевых ракет, как ответ на возможный ядерный удар со стороны Америки. Для производства такого количества своих машин Челомей предлагал не только свернуть королевскую лунную программу, и перенести ее на свой тяжелый ракетоноситель разработки КБ Челомея, но и перепрофилировать конструкторское бюро Янгеля в обычное заводское КБ по доводке массовых дешевых ракет. Разговоры о том, что конкуренция истощала КБ, оно шло от одного из конкурентов. И каждый из тех конкурентов, которые были, они хотели завладеть всеми ресурсами. Как, например, Сергей Павлович говорил, вот если бы мне все отдали бы, и Янгель бы не делал свои межкентальные ракеты, Челомеи бы, так сказать, сделали мне испытательным центром, я полетел бы на Луну. Ситуация накалялась. К сентябрю 64-го года постановление о закрытии КБ Южное было уже готово. Не хватало только подписи Хрущева. Но он не успеет ее поставить. В октябре решением внеочередного пленума ЦК КПСС его снимут со всех постов и отправят на пенсию. Руководителем страны станет Леонид Брежнев. Это не было враждой. Да, были конфликты, но не между Янгелем и Королем, а между Янгелем и Челомеем. Это был уже принципиальный конфликт, потому что речь шла о судьбе будущей обороны страны, о судьбе ракетной техники. И выиграл эту борьбу и Челомей, и Янгель. Потому что тогда Брежнев поддержал и тех, и других. В 1974 году, уже после смерти Янгеля, на встрече генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и президента США Джеральда Форда во Владивостоке, Форд обратится к Брежневу с просьбой. «Утилизируйте хотя бы одну вашу ракету, которая называется «Сатана», и я буду чист перед моими налогоплательщиками. Они скажут, что не зря меня выбирали». «Утилизируем», — ответил Брежнев. «Но утилизируем только после того, как вы подпишете договор о сокращении наступательных ядерных вооружений». Это было началом новой эры во взаимоотношениях СССР и США. Одна ракета Янгеля в обмен на договор, изменивший мир. Он как личность был близок к военным. Это первое. И второе, конечно, то, что сделал КБ и завод в Днепропетровск, которым он руководил, и был генеральным конструктором. Это баллистические ракеты. Они на протяжении длительного времени являлись основой ядерной мощи Советского Союза, России. И до сих пор они находятся на боевом дежурстве. Мирные ракеты «Космос», «Циклон», «Зенит» и «Днепр» и даже «Морской Стар» — это тоже ракеты Янгеля. И его учеников — Уса, Уткина, Конюхова, Дегтярева. Он оставил после себя настоящую ракетную школу. В Днепропетровске, городе, ставшем в свое время главным ракетным центром Советского Союза, каждый год, 25 октября, люди по-прежнему идут на завод с цветами. Он родился 25 октября по старому стилю. Поэтому дома, с момента, когда я помню, собственно, всегда, мы отмечаем день рождения 7 ноября. Когда ему исполнилось 50 лет, и поскольку он совпадал с государственным праздником, то ему предложили воспользоваться тем, что в метрике было написано 25 октября, и перенести день рождения на две недели вперед. Последний день, так называемого дня рождения, мы пришли его поздравлять, ну и сказали, поздравляем тебя с юбилеем, с днем рождения через две недели. Принесли ему подарок, альбом с фотографиями. Ну вот, не получилось поздравить с его с настоящим 60-летием. Есть люди, обладающие абсолютным знанием. Никто не понимает, как оно появляется. Этому пока нет научных объяснений. Просто эти люди ощущают движение мира как нечто единое целое, абсолютно взаимосвязанное, неделимое, на уровне интуиции, ощущений, предзнаменований. Совпадения, казалось бы, ничего не значащих для других факторов. Они понимают и принимают движение жизни на глобальном уровне и могут на него влиять. Михаил Янгин. Дата смерти 25 октября 1971 года. Место, где ты родился, уйдет на дно моря, но твой дом уцелеет и будет стоять на сухом берегу. Ты будешь успешен и переживешь своих учителей, но твоих друзей поглотит страшный огонь, от которого не будет спасения. Ты будешь первым, но ты не переживешь своих врагов. Ты сможешь принести в мир добро, только создав абсолютное зло. Ты умрешь в день своего рождения. Встреча с песней Автор передачи Виктор Татарский Здравствуйте, 898-й По диким степям за Байкалья Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok